господа я примкнул шейкнем дамы здравствуйте все еще канал инстаграм мы все еще с евгением все еще на кухне возможно это вы смотрите в январе потому что записи этих уже немерено но мы не сдаемся да и если вы смотрите варе знаете отопление нам еще не включить короче что нас побудило жене это купить это цена и объем если честно а ну и третий показатель производитель написано в виски да но написано было что это bourbon technology то есть по технологии бурбона crafted by masters все дела мы чурит in american о каск то есть выдержана в американском в американском дубе что тут руки пас это если что бульбаш 07 и цена 22 по нынешним ценам на момент съемки это что-то какие-то фантастические цены за 07 и скорее даже белорусского процесс выдержки в характерных дубовых бочках придает глубину аромату смоленого дерева и карамельный финиш с балансированными специями ну и здесь стандартно ну и здесь да оригинал блэнд эйдж сриерс звучит а это интересно наливом или сами по себе там состав еще интересно насколько мы помним состав дистиллят висковый зерновой из кукурузы трехлетний выдержки вода питьевая исправленная все то есть даже сахарного колера нет как и подиваю хотя подозреваю что он там должен быть обожженные бурбоновые не он достаточно светлый вроде может и не может и норм но это новинка разлита двадцать седьмого июня о это же вообще месяц фактически завод бульбаш республики белокарусь ну получается что у нас в этом году срок годности не ограничен при условии ну вот это классно кстати дата разлива это короче бульбаш сделал собственный уже бурбон они перестали возить наливы и прочие решили сделать свой причем не как там поступал когда-то брест еще что-то они реально кукурузного дистиллята лопанули а чё кукурузы в стране ну и давай же честно дуба полно тем более что бурбон не требует таких бочек как-то на виске а он наоборот как основу потом пойдет для бурбона что обжег бочки залил два-три года выдержал и вот тебе бурбон ну посмотрим что сделал бурбаш ценник очень достойный ну что это просто выходит на рынок кстати стоит на очень такой очень такой не дешевой полке стоит но он стоит именно там где белорусская понятно что где белорусская ну слушай нет сделано в принципе ничего единственное опять вот это вот меня выбешивает вы делаете этот бурбон да все окей ну почему все по латине на латинице вы ну кого вы пытаетесь обмануть этим шамон нельзя произвести виски ля вон у иски ля вон вот тогда не евгений слушай а ванильник это и так давай так пахнет не спиртягой то это пахнет гораздо лучше чем помнишь это брестская попытка было и брестский был и мы эти пробовали эти мы не помню в копеечки брали два этих и палеческие там пахло непонятно чем ну бутылку все узнали джек дэнни так слушай ну давай так это конечно не классический бурбон в том понимании который мы имеем но это уже гораздо ближе к листской лакокраски чем все остальное знаешь вот только сорвался за к клеем пах вот клеем лаком ну я даже сказал немножко изначально пластилина но слушайте но и есть тут нормальные бурбоновые ноты есть они они может быть здесь не яркие да то есть ну вот если мы возьмем просто бурбон на любой другой там банальный американский какой-нибудь типа джембима он конечно более такой медово-лаковый да но здесь лаковая нота хорошая достаточно она есть здесь какая-то еще есть интересная нота такая высокая очень это такое чувство что может немножко не додержали кукурузный тут прямо было сырьем кукурузу есть подпахивая странице да брашка кукурузная есть немножко есть брашка кстати что тоже такое ну из минусов да не знаю я бы это в плюсы добавил по сравнению с нашими белорусскими другими вискорями кукурузную брашку сюда в плюсы нет я просто люблю такие в отличие от стандартного стандартного ну да ну что надо пробовать это в целом неплохо не слушай знаешь спиртях и не разит кстати да по традиции нашего канала скажем спиртом не пахнет в отличие от 90 процентов белорусских попыток в виске это не пахнет не выгребной ямой то есть ну знаете как она еще и есть где-то замаскирована это норм это что-то уже более-менее похоже к виске так знаешь в чем фишка это не совсем бурбон ему чуть-чуть не хватает нет я сейчас скажу кормотливую мысль ты пил кукурузный коньяк когда-нибудь ну коньяк нет самогон нет вот это кукурузный коньяк ну у него есть четкая коньячная фишка бочка вот сразу видно что это бочка такая но это точно в разы лучше чем очень чем вот эти вот все нарочанские попытки в бурбоны вот эти вот все винчестеры стволы ну возможно нет то что это лучше но и все равно он по вкусу очень достаточно на любителя потому что вот у меня вот вкус этого пластилина я бы сказал не пластилин это больше такое оно просто не злококраски здесь остался они ну проблема наверное в том что может быть бочки дешевые может они рефильные которые уже ну поработавшие и может быть из-за этого то есть они мало понимаешь такое чувство что вот это вот самогонка которая была выгнана она бочка не все забрала из нее а ну знаешь что это ну плюсом можно сказать что он действительно легко пьется не выхлопа ничего нет но вкус он получается такой он размазанный я бы сказать сказал что это вкус нормального бурбона процентов на 60 да вот 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 знаешь вот вот ты вот пьешь и сейчас ожидаешь ну допустим вот как вот баффало пили да там ты пьешь и оно оно тебя обжигает оно тебя обжигает пахало пахало ну даже джимбимы это не это это что-то надо еще банальнее джимбимы это вот эти вот помнишь раньше там продавались там шериф кентукки шериф вот эта вот вся шляпа ну кентукки тоже был позабористее но он все равно был нет там были четко бурбоны да здесь это ну как это сказать вам как попытка попытка интересной stinks попытки это действительно я уже вот чувствую что здесь действительно попытка в бурбон в бурбон до пока получился коньяк не водку крашенную поплы Bryant как какое-то вообще в принципе вискарь это кстати даже ничего Вполне вероятно. Вполне вероятно найдутся. Нет, я тебе хочу сказать, что вот эта вот бутылка, откровенно, если бы нам пришлось вот это самое, у нас ее вполне можно выпивать. Можно, да. Она неспиртуозная. Она замечательно выпьется. Это не крашеная водка, что у нас до сих пор нет, это белорусские производители. Это напиток. Это уже что-то попытка. Мне, допустим, до моих любимых типа бурбонов, мне, конечно, не хватает. Но тут, правда, и цена, 22, и Беларусь, и у меня есть очень большие сомнения по поводу цвета, потому что составе нет. Помнишь, Бурбаш выпускал своим наливом, делал этот Иван Вильямс, только он лил наливом, да? Да. Он тоже 20-ку где-то стоил, правда, за 0,5, это было несколько лет назад. Но вот там был бурбон. Там был бурбон, да. Здесь, к сожалению, не такой. Но я говорю еще раз, в отличие от вот этих всех извращений, которые пытались нам подсунуть в виде бурбонов эти наши знаменитые вискокурни в виде этого паричей, да, то есть там брестские производители, прочие нарочи, вот это уже попытка в нормальное что-то. Нет, я еще повторюсь, самодостаточное, хорошее. Это, в принципе, напиток уже. Да, просто вопрос, оно вот в моем... Но они не говорят бурбон, видишь, они... Да, они, видишь, они пишут виски, виски пишут, виски, а просто здесь пишут по технологии бурбон. Да, бурбон технологии виски. То есть тут как бы обмана нет, в отличие от того, что мы тогда брали. Ну да, они как бы хотя бы говорят, что мы... То есть виски, виски, да, это действительно виски. Мы пытались, может, у нас просто вообще нет в наших техкартах бурбона, и они типа так это делают. Но они хотя бы пишут, мы пытались, вот... Нет, слушайте, я хотя бы вот в этом плане Бульбашу скажу респект за то, что напиток-то, смотри, цена-то 22 рубля за 0,7, и это в грине, и, возможно, где-то есть... Еще и дешевле, да. И это 0,7, это, Женя, на уровне ценников это считает за 0,5 рублей 16. Это очень хорошее. Это как КВН-овский напиток, допустим, это такая, ну, и почти что идеальная штука. Это идеальная штука. Так, ну мы обычно еще с тобой с бурбонами делали непотребство. Ну давай попробуем. За которое нас всегда ругают, но, ребят, нам... Так, нравится. И вы можете нас ругать. Идеальный коктейль, замейте, должен пахнуть боярышником. Можете нас не ругать. Как по мне. Ну вот, да, боярышник. Есть бояры. Ну вот это уже... Ну вот сейчас, подожди, пускай еще... Сейчас он постоит сейчас. Вот пластилин этот ушел. Ну чувствуется, и все равно вот это вот... Вот как в школе вот лепил с пластилином, вот это вот, ну, вот запах пластилина, он есть. Ничего было его кушать. Извините, он вкусный был, особенно красный. Ну так если вкусный, давай, Женя, напомним себе об этом. Как замес вообще нормальный. Как замес нормальный. Вот и вкус бояры, ну вот это... Нет, все, 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 здесь прекрасный, нормальный замес. Замес классический бурбоновый, да. В целом, очень неплохая попытка. За... Как это? За эксперимент 10. За эксперимент однозначно 10. И эту самую... Ну, я тоже тут... Результат пока не самый... Тележечка с шахтером и шахтером. Ну да, рокерот, все дела этот, ну... Кто смотрит в Соликорске, смотрите. Где он, в Соликорске шахтере? Ну, да. Пу, ну это как-то оценивать. Как какой-то вискарь, типа норм. Ну, особенно как дешевый. И тут все в порядке. С одной, знаешь, с одной стороны да. Потому что даже вот в этом ценовом диапазоне там есть намного отвратительнее вещи, которые вообще... Женя, есть импортовые всякие. И импортовые есть. Скоттиш-хантеры, скоттиш-коли и прочие, которые спиртуозные, их пить невозможно, ну, тяжело и так далее. А вот это вот гораздо лучше вообще в целом, как по качеству. Ну, как по мне, так в скоттиш-коле получше. Вот для меня. Нет, в школе хрень редкая. Ты просто, Женя, ее помнишь 10-летней давности, а я на нее обзоры записывал в прошлом году. Такая херобура. Ну, может быть. Ну, нормальный, типа... Я, короче, я без, знаете, как без восторгов там. Но если встретите, я бы сказал, если вам интересно вот это вот... Возьмите и попробуйте. Вот действительно, потому что 22 рубля на 0,7... Слушайте, ну, это, во-первых, не жалко. Ну, 22 рубля можно просто выкинуть. Так что это, если вы на двоих берете бутылку, это по 10 рублей считают. Ну, а здесь, тем более, я вам сразу говорю, здесь внутри не какашка. Да. Внутри... Это уже какой-то продукт. Пускай с огрехами, пускай не... Но продукт. Да. Это вот как получилось у нас с этой... С нарочанским этим односолудом, да? Он там с огрехами тоже все, но... Но это уже виски. Так и здесь. Это уже какой-то виски. Это уже виски, а дальше уже... Это уже какой-то даже какой-то бурбон. Но меня он, так скажем, мне понасыщеннее всегда хочется. Ну, мне хочется поярче, побольше. Поярче и так далее. Нет, знаете, я просто вообще сторонник, кто... Вы говорите бурбон, дайте мне бурбон. Ну да. Но они не говорят бы, они вот виски, они честно пишут виски. Виски, виски. Ну, они бурбон стайлы, однако... Тут вопросов нет. Ладно, все. Ну, я же говорю, получилось процентов на 60. Поэтому моя оценка и будет такая, ну, плюс еще низкая цена. Где-то 6,5-7 я вот считаю. 6, я бы поставил 6, потому что 7, это должно быть что-то, как бы, ну... Хотя бы что в меня попало. То есть меня как бы не совсем попало. Блин, не столько в попадание, сколько в соответствии тому, за что вы платите. Ну... Нет, так если мы ценуем и объем, так я и 8 могу поставить. У тебя пьется легко, и все хорошо. Не, давай пускай, да, наверное, пускай 6. Не 40 градусов, не вопрос. Пускай 6, потому что все-таки, ну, в бурбон-то они на 60% попали. Да. Вот и 6 и будет. И в целом, ну, в любом случае, это можно покупать. Это, я так скажу. Это КВН-овские пойлы на море. Это однозначно еще и нужно купить, попробовать, оставить свое мнение. Не наше. Ну, да. И тут не то, что... Не думайте, что Евгению Бульбаш занес, и он так ущербно вам рекомендует. Это просто, ну, на самом деле, серьезно, когда что-то вот так вот, наши что-то пытаются это делать. Это очень классно. И вдруг делают что-то неплохое, да, то есть, от чего глаза на лоб не лезут, это уже плюс большой. Тем более, что можно. Ну, у нас в Могилеве целый университет, который специализируется на разработке лесов. Курузы, блин, как грибов после этого. Как эти плакаты должны быть по стране. Гоним с 14 века. А, да. Ну, кстати, смотри, знаешь, что мне нравится на Бульбаши? Нету вот этих Синс 1800. Ой, да, да, да. Появился самогонный аппарат в деревне, в общем, мы назвали это основанием предприятия. Все, тогда 6 баллов. А вот сейчас вот оно еще постояло, вот классический вкус боярышки. Не знаю, вот для меня это... Лайки, подписки, комментарии, но это больше похоже на замес с коньяком. Возможно. Единственное, что говорит о Бурбоне, очень яркая, сладкая нота в самом напитке. Такая попкорновская, я бы даже сказал. Ну, такая вот, да, прямо вот это вот щиропное даже. В общем, все, лайки, подписки, комментарии. Спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрите, что поддерживаете канал, репостите же, да, вы же репостите видео, вы же жмете лайк, вы же жмете колокольчик, вы же в первые 2-3 часа это все делаете, смотрите по выходу, да, и причем смотрите не на перемотке, а целиком, чтобы нам в статистику это шло, чтобы ролик дальше рекомендовался. Вы же так делаете, правильно? Поэтому спасибо вам огромное. Бывайте здоровы, жуйте богато, пейте хорошие напитки. За вас, ребята. И пишите в комментариях больше. Спасибо. 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 Спасибо.